Александр Иванович, добрый день. Добрый день, Андрей. Саш, ты где живешь в Беларуси? В каком городе? Я живу в городе Минске. В Минске. Что в Минске происходит у тебя под окнами? Расскажи, пожалуйста, вообще как ты все оцениваешь, все сегодняшнее? Ну, во-первых, под окнами у меня, слава богу, ничего не проходит. Так. Вот, это Старожевская набережная, красивейшая набережная над рекой Свислочь. Вот, вид на старый дворец спорта, где когда-то меня награждали как чемпиона мира. Мира, да, так. Это был 1974 год, да, 120 тысяч зрителей, рекорд не превзойдет. Вот, ты знаешь, Андрей, я могу сказать только одно. Я мог ожидать подобного в любой стране, но не в Беларуси. Почему? Ну, как-то вот, я знаю Беларусь с 1967 года. Был здесь в 1995 году, значит, когда тут коров вытаскивали на поля, на счетах, заводы не работали, зарплат не было, все прочее. Это где-то месяца полтора был здесь. Я все это видел своими глазами. Потом долгое время не был здесь, потому что, ну, своих дел хватало в России. И своя агрофирма была, и все прочее, бизнес, да. Вот, потом я приехал сюда, ты знаешь, я был очень поражен увиденным, как и все мои друзья, которые за последние вот года три, четыре, пять, многие переехали сюда жить просто. То есть, разница между Россией и Беларусью? Ну, я не хочу сравнивать. Россия была, остается моей родиной. Вот, но то, что вот очень интересные и политические деятели, мои друзья были здесь, и такие серьезнейшие бизнесмены, вот, они просто в шоке, в восторге от увиденного. Они говорят, как только пересекаешь границу Смоленской области в сторону Беларуси, все по линейке. А я особенно как аграрий, я очень много ездил по Беларуси и сейчас ездил, любуюсь урожаем, любуюсь порядком, дорогами, продуктами, да ну, будем говорить так, придраться трудно к чему-либо. Что ж произошло? Саш, что произошло? Как ты это понимаешь и оцениваешь? Произошло, знаешь, вот я буквально сегодня утро смотрел новости по евро. Значит, генеральный секретарь Помпео говорит о том, что с претензиями, да, с претензиями, да, значит, к Беларуси и все прочее. Но во многих штатах Америки вводят войска. Там своя война, понимаете, вот они стараются подсказать всем. Я уверен, что вот все происходящее, это буквально проплаченная акция, как это было в Югославии, особенно близкая к нам, Украине, которая по сей день не может очухаться. У меня есть мои компаньоны по бизнесу, очень серьезные ребята с Киева, вот которые приезжают, рассказывают, показывают, как там по Крещатику можно проехать, а все остальное, будем говорить так, скорость 30 км в час. Знаете, много проблем. И ведь это был урок для Украины. И вот я смотрю сегодня, я выходил на улицу, общался, значит, спрашиваю четверых молодых людей, которые зашли в кафе, вот, я говорю, скажите, пожалуйста, вот то, что происходит. Понимаете, они могут сформулировать. Я говорю, ну, ребята, вы напишите хоть какой-нибудь лозунг, что вы хотите. Понимаете, может быть, какое-то обращение к президенту сделать, в чем он не прав. Я говорю, ну, посмотрите, на мой взгляд, это самая спокойная нация, белорус. Трудолюбивые, спокойные. Я все эти годы, 67-го года, вот это все наблюдаю. Миролюбивые. Ведь сколько страданий перенесла Белоруссия. И сейчас я понимаю, что ошибки везде есть. И Лукашенко не святой. Но посмотрите, с 95-го года, что здесь сделано. Я не хочу впадать в сравнение, но они напрашиваются просто. И у нас в России проблем, в самой богатейшей территории земного шара. Сколько проблем. Вот. А то, что проплачено. Вот тут возмутились, я сказал, надо бить как собак. Но корреспондент не дописал то, что я сказал. Те, которые... Я не ожидал, что выйдут с коктейлями Молотова, с металлическими прутами. Показывали. Это такие накачанные молодчики, чувствуются подготовленные. Когда нападают на правоохранительные органы, давят автомобилями, бьют металлическими прутами. Вот этого я не ожидал. И если бы шли мирно, спокойно, выразите свое. Свои пожелания. И ничего не будет. Примут вас. Соберите нормальных, грамотных людей. Скажите, Лукашенко, Александр Григорьевич, президент, примите нашу делегацию, и мы поставим перед вами вопрос. Наверное, с помощью диалога было бы легче решить все эти вопросы. Если этого не случится, то я скажу, рядом на территории Польши, Литва заявляет. Да вы посмотрите, у вас по 40% населения выехало из ваших стран. Вы посмотрите, в какой нищете живут Прибалтика. По 30-40% населения выехало в Европу, в Америку. На заработок. Они пытаются указать белорусов. Я просто обращаюсь к народу Беларуси, дорогие мои. Решите демократическим путем. Ну, не той демократии, которую вам сегодня предлагают Тихановская, Бабарыка. Вы посмотрите, не сформулированная программа. Ни одного народа. Я домохозяин. А я год поправлю, передам другому. Это что? Кастрюлю с картошкой передать? Вот на секунду давай остановимся и просто задумаемся. Давай, отвечу на вопросы. Мы с тобой старые друзья. И нам-то что друг перед другом, так сказать, как говорится, кривить душой? Вот скажи. И перед нашими зрителями, их уже почти миллион двести тысяч, только одних подписчиков. И два миллиона просмотров каждый день. Я поражаюсь с этим цифром, благодарен. Вот давай. Это караулов же, понятно. Саш, вот давай мы с тобой на секунду остановимся и спросим друг друга. Скажи, Тихонов, ты никогда не врал. Вот никогда не врал, поэтому ты самый титуловый. Это большая проблема сегодня, да. Вот именно. Ты допускаешь мысль? Вот ты, олимпийский чемпион, сколько-то раз кратный и прочее, прочее. Ты допускаешь мысль? Четырех. Не верю, что он проиграл. Не верю, что он проиграл. Не верю. Саша, имеешь полное право и сомневаться, и не верить. Никто ни у кого такие права человеческие не отнимает. У нас на канале опубликована запись, сделанная кем-то, кто сидел рядом с главой района в Витебске. Нам не чужой с тобой город Витебск. И человек говорит, глава района, у вас на и участке посчитали голоса не так, как везде. Поэтому к вам, внимание, приезжал глава администрации. Вы поняли цель его визита, президента. И к вам приезжал начальник отдела, что ли, администрации. Давайте переписывать протокол. И начинается буч. А можно я не буду? Нет, нельзя, говорит начальник района. Да, я все понимаю, но за Тихановскую нельзя, чтобы было больше. Эта запись не монтированная, не фейк никакой, не сфальсифицированная. Идентичные голоса эти начальники себя узнают сегодня в Витебске, в районе. По-моему, Октябрьский район. Надо посмотреть. Это правда. В эту правду поверить трудно. Но такая же правда, прости, пожалуйста, происходит и у нас. В России сплошь да рядом на выборах. Мы тоже так же честно, как и здесь Беларусь, показывали записи разговоров. И в Ивановских городах нам присылали. В чем сами чиновники присылали. Как их склоняют фальсифицировать поправки Конституции. Голоса. Вот что нам делать с этой базой данных по Беларуси? Сейчас речь о Беларуси. Что нам делать с этим? Ты знаешь, нам с тобой делать ничего не надо. Все должны решать трудовые коллективы. Трудовые коллективы? Вот остановись. Сегодня Александр Лукашенко услышал и наши призывы. И я удивлялся всю неделю, почему он не едет на заводы. Сначала он премьера попросил поехать к рабочим. Погнал его на завод. Сегодня поехал сам. Вчера Лукашенко выступал. Опять-таки, где речь? Где братья и сестры? Выступил он вчера, как будто нас услышал. И очень проникновенно говорил. Мы разместили его речь полностью у нас на канале. Все по-честному. И там факты размещаем. И речь Лукашенко размещаем. Полная абсолютная объективность. Мы за правду. Он поехал сегодня к рабочим. Чем закончилось? Его обещание. Не перестанете бастовать. Я закрою к чертовой матери. Все заводы. Они же все государственные. Это речь? Это разговор? Вот скажи мне. Это разговор? Это нормально? Это не разговор. Здесь я не согласен абсолютно. Он много сделал. Я только что сказал, что надо решать трудовым коллективом. Ну вот здесь он не прав. Я не соглашусь абсолютно. Я приведу пример. Я проехал несколько колхозов. Ты знаешь, какие долги? Долги страшнейшие в миллионах долларов. Вот где надо разобраться. Мы говорим об экономике, о трудовых коллективах. А там учредители, область полкома, райисполкома. Да. Вот о чем идет речь. Так не справляются чиновники. Надо повернуться лицом к народу. К трудовым коллективам. Не тем, которые с бутылками и металлическими прутами. А идти на диалог с заводами. Не закрыть. А помочь. Саш, ну ты же понимаешь, что он сегодня пошел на диалог. Долго готовился. Все-таки поехал на завод. Я же ему в пример Лужкову приводил. Лукашенко. Александр Георгиевич, ну как бы сделал Лужков? Он бы кепку напялил, поехал бы на завод, где бастуют. Собрал бы выборщиков от каждого цеха. В кружок бы их посадил. Чай бы попил с ними, с медом. Может даже песни бы спел. Напомнил о своих заслугах в 90-е годы. Когда и Лужков, как и Лукашенко, заводы сохранял. Он в Москве, Лукашенко по всей Белоруссии. И в итоге, в итоге договорился бы. У Лукашенко другой разговор. Он сорвался сегодня. Вчера он почти слезы пускал. А сегодня проснулся в нем прежний Лукашенко, который никого не слышит. Разве я не прав? Ты же ближе, ты видишь. Да, я тут с тобой согласен абсолютно, что шашкой махать это не всегда правильно. Понимаешь, я побывал, Андрей, вот клянусь тебе, я пять лет живу здесь практически без вылаза. Я побывал на Белазе, Мазе, Белоруссии. Объехал массу других предприятий, понимаешь? Медицина. Ведь я тебе скажу так, вот я восторгался чем? И мои друзья, которых я был на открытии, открыли госпиталь пострадавшим в ДТП на 400 мест. Ты не представляешь. Это кремлевская клиника может позавидовать, понимаешь? И много таких примеров можно привести. Школа общеобразовательная с бассейнами, с залами классической музыки. Строится предприятие. Атомная АЭС практически уже входит в строй, понимаешь? Ничего этого не было еще 15 лет назад. Ничего этого не было. Близко, близко не было. Близко не было. И я могу сказать, если не прислушивается голосу разума, и ему надо пойти, я бы сказал так, даже может быть на поклон пойти. Это люди, трудяги. Да, это дети его. Он президент, он батька. Я не могу сравнивать это несразмеримой величиной, но у меня работало около трех тысяч человек. Тоже орали, кричали. Я садился в кружок, как лужок. Да, да, да. Садился в кружок, выслушивал, наорутся, а потом говорю, мужики, во-первых, давайте по рюмке, а потом поговорим членораздельно. Сформулируйте правильно. Если бы все вот эти конкуренты президентской гонки хотя бы имели программу, хотя бы имели за плечами какой-то опыт, хотя бы даже трудовой опыт, кроме блогерства, они даже ничего не сформулировали. Вот что страшное, это обман сплошнейший. Конечно, два гражданина из Германии, ну русскоговорящих, отдыхали в кафе за соседним столиком. Они говорят, мы видели, как раздают деньги. Вот, сегодня более благоприятного климата, я имею в виду, учеба бесплатная, детские сады, здравоохранение. Ну, ведь ни одного спортзала с коронавирусом здесь не заполнили. Да, да. Медицина сумасшедший, я тут приболел, условия, я скажу просто, ну, сравнить не с чем, не с кем. Вот. Безусловно, будет очень жаль. Я просто вот хочу обратиться к народу Беларуси, к трудовому народу, к колхозникам, потому что сам я из колхоза выходец, агросирма была когда-то названа моя, Тихоновская комбинация, лучший в Европе. Я к ним обращаюсь. Не дайте погубить Беларусь. Поговорите, найдите. Вот о чем речь. Подскажите ему на его ошибки. Скажи. Заберите 30, 40, 50, 100 человек. Президент, прими нас в зале. Да нет, Саш, ты тоже можешь надеть все свои ордена, они у тебя на груди не помещаются. Если ты все наденешь, все ордена тебя будут бить по мочевому пузырю, понимаешь, да? Ты-то сам можешь пойти к Лукашенко сегодня, он абсолютно доступен. Да если бы была возможность, плохо то, что окружение такое огородили китайской стеной. Ну, слушай, знаешь, погоди, погоди. Каков поп, таков и приход. Если наш не хочет, значит и наш не захочет. А он захочет. Никакая пресс-секретарь Наталья Николаевна, кстати, приличная женщина, я с ней разговаривал недавно. Никаких вопросов нет. Нет, сегодня он реально очень внимательно слушает то, что говорят люди. Очень внимательно. По интернету, вижу по каналу, по нашему, по всему. Я общался с многими, я общался в эти дни с многими руководителями и его администрацией, и близкими к нему, и очень близкими, и вопросы им задавал. Там идет нормальный диалог, немножко нервный. Другая проблема, вот я вчера об этом говорил в диалоге с Борисом Надеждиным. Я ведь обзвонил всех своих коллег известных, им очень известных, журналистов, блогеров, начинающих, молодых, сорокалетних, разных. И спрашиваю, что вдруг, ну почему, вот тогда, хорошо, обиделись люди за такие результаты. Четыре человека фактически сцепкало четвертое сегодня в тюрьмах. Да, сцепкало в розыске. Так нельзя. Лукашенко перешел черту. Нельзя решать с помощью тюрьмы никакие вопросы политические. Стыдно. Это грань. 37-й год уже был. Это не обсуждается. Андрей, я тебя перебью. Ты знаешь, я же тоже прошел через это. Ну вот видишь, да. Тоже через выборы. Да, да. И тоже. Да, меня тоже за что? За что? Чем это было? Да, да, да. Так вот, Саш, еще раз. Ты прошел сам через тюрьму, через все эти кошмары, уголовные дела, выборы в Госдуму, в мытищах тех же. Все, я это помню. Нет, я в губернатора в Госдуму я не собирался. А, в губернатора ты шел, прости, пожалуйста. Да, да, да. По Московской области. Теперь скажи, пожалуйста, вот мне говорят все журналисты в один голос. Услышь меня сейчас. Мы так возбуждены сегодня, потому что Россия, Российская Федерация показала нам дурной пример. Мы не хотим, чтобы у нас было как в России, а Лукашенко идет по неправильному пути. Какому же пути, спрашиваю я. Говорят, как? У вас повышение пенсионного возраста. Это ждет нас при Лукашенко, потому что Беларусь стареет, молодежь уезжает на заработки. Молодежи все меньше и меньше остается. Мы не хотим такого голосования по обнулению сроков. А дурацкое дело не хитрое. Лукашенко это... Дурные премьеры заразительные. Сейчас Лукашенко обнулить все сроки, потом сына потащит за собой. Мы этого не хотим. То есть, мы не хотим, чтобы у нас была такая же внутренняя политика, какую у вас осуществляют в России разные кириенки и прочие хлопцы, которые плохо понимают, чего они делают. Профессия кириенки дефолт. Я это не устаю повторять. Вот уже половина союзного государства Беларусь взорвана. Кто взорвал? Дурные премьеры, идущие из России. И так же тюрьмы Платошкин начался. Платошкин пошел в тюрьму под браслет уголовное дело раньше, чем Бабаряко и другие кандидаты в президенты. Плюс фургал история в Хабаровске. Мы не хотим, чтобы было как у старшего брата. Во какой общий ответ. Вот от чего Путин-то у нас тут звереет сейчас. Оказывается, это мы во многом, как они говорят, научили. И посмотри, какая реакция была у блогеров, у журналистов на голосование по конституции. У нас в России на капотах машину, туалетов во дворах, в автобусах, как Гришина предложил, из ЦИКа и прочее. Так голосуют за конституцию в великой стране, как мы это делали. О, плевок-то был какой от Сергея Владиленовича. Прям каждому в сердце. Мое предположение. Я согласен с тобой абсолютно. Я за конституцию не голосовал. Потому что я считаю, что это абсурд. Полнейший абсурд. Конечно абсурд. Повышение пенсионного возраста. И так живут до 60 лет. Ты посмотри, я могу сказать. Я родился в Челябинской области. Два с половиной года отработал на заводе каменщиком. Я хорошо знаю эту землю. Агрофирма. Я думаю, что ни один великий спортсмен не прошел такую школу. И хлебопеченье, и продукты, и селедка, и пшеница, помидоры, огурцы. Все было, понимаешь? Вот. Все похерили. Добавить пенсионный возраст, дорогие мои. Вы хоть посчитали, пенсия, вот Баба Зина, где я ее кое-как нашел, деревня Белово, в Челябинской области, в моем районе. 54 года рабочего стажа, пенсия 7200 рублей. Попробуйте, а какой она, это катастрофа. Села гибнут. Самое страшное, что ведь никто не голосовал, мало кто голосовал за эту конституцию, за поправки в конституцию. Я не верю в те цифры, которые дали нам. Ты видишь, здесь в Белоруссии ты веришь в цифры, в России ты не веришь. Нет, я скажу так, я не считал и не видел вот этой передачи, кто там по Витебску, все прочее. Ну, я думаю, что, ну не 80, пусть 50%. Нет, стоп, так уже не бывает. Нет, нет, президент не может быть вором. Президент вором быть не может. 50 – это 50. Да, 50 результатов, Андрей, не видел. Так их никто не видел. Самое простое сейчас пересчитать эти бумаги, они еще остались в бюллетене, пока их не сожгли, и все станет понятно. Он же не идет на пересчет. Маленькая ложь рождает большие подозрения, как говорил Борман, помнишь? Мюллер, штир лицо, маленькая ложь. Да, да, да. Теперь скажи, пожалуйста, допускаешь ли ты мысль, о которой вот мы сегодня говорим с нашими зрителями, мы как-то опережаем время, но, к сожалению, пока у нас это получается. Пока, надеюсь. Ты допускаешь, что будет как в Польше появляется военный некий Ярузельский, ГКЧП, через полгода новые выборы, уходит Лукашенко, приходит ГКЧП, военное положение, то есть и улицы успокаиваются, и заводы работают, и Лукашенко не будет, через полгода новые выборы. Лукашенко будет сказано, может через полгода баллотироваться, может в сравнении за полгода, так сказать, все зайчики рухнут, так сказать, белорусские, и наоборот вас народ обратно на плечах принесет во власть, как это было с Шеварнадзе, когда перед ним, чтобы он вернулся на кресло президента в Грузии на площади перед домом правительства, люди на колени встали. И чем закончил, кстати, Шеварнадзе возвращение? Вот ты допускаешь мысль, что будет некая такая иллюзия или реальная попытка военного переворота? Не хотелось бы этого, но в современном мире исключить невозможно ничего. Те силы, которые вмешиваются сегодня с территории Польши, Литвы, вообще всех стран Прибалтики, тем более Америки, понимаете, вбросы, никто уже не сомневается, что огромные финансовые вбросы идут. Вот, исключить ничего невозможно. Тушить пожар надо сегодня, не завтра. Сегодня надо тушить пожар, идти на пересчеты, на все, что угодно. Ну, в общем, надевай свои ордена, иди к Лукашенко и все это ему скажи, а ссылку на наш разговор я обязательно его пресс-секретарю отправлю сегодня же сразу, как только ты выйдешь в эфир. Спасибо, Александр Иванович, спасибо. Я за то, чтобы мирным путем все решилось. Да понятно, мы все за это. Андрей, если бы ты видел, вот мне душу радует, я езжу по полям, какой урожай, всех культур абсолютно. В России сгорело пять регионов, понимаешь, проблемы огромные. Здесь все просто, просто валится с неба. Я тебя обнимаю, дорогой мой друг. Спасибо, Александр Иванович, спасибо. Ты всегда был правдив. Спасибо, мой друг, спасибо. Здоровья, мой друг, да. Спасибо, взаимно, спасибо.